Здравствуйте! В эфире программа «Честное Подмосковье». Сегодня, как обычно, обсуждаем жареные новости подмосковных городов и подмосковных городских округов. У нас в студии сегодня два гостя. С одним из них вы знакомы. Это Роман Иванов, главный редактор портала «Честный Королев» и Николай Старостин. Прошу любить и жаловать. Юрист, представитель партии «Яблоко», тоже из города Королев. Ребята, как говорится, от нашего стола к вашему столу передаем вам по наследству прокурора Ольгу Паршину, королеву отписок. Принимайте наше поздравление и Ольгу. Как вам, кстати, удалось уже пообщаться? Пообщались, конечно, но для нас ее появление не очень радостный момент, потому что Константин Крошкин, бывший прокурор нашего города, был очень любезен с нами в последнее время, вежлив, вникал во все неожиданно проблемы, с которыми мы к нему приходили. А это острые проблемы, такие скандальные в городе. И я даже был удивлен, он даже сказал, что согласен на интервью, на видео интервью, что вообще большая очень редкость. Были у меня подозрения, что это все неспроста. И действительно оказалось так, на самом деле он просто от нас уходил. Поэтому можно было немножко... Поэтому был готов на все, на видео интервью. Да, да. И в какой-то момент мы узнали, что его больше нету, а мы получаем от вас действительно от переходящего прокурора. И насколько я узнал, это Ольга Паршина самый богатый прокурор Московской области. То есть, я думаю, она в этом плане не подкупная, ей уже ничего не надо. Вот. Но шлейф, который за ней тянется, конечно, не очень хороший. Коль, ну вот мы пришли, короче, впервые к новому прокурору Паршиной Ольге, и, конечно, я был изумлен на стиле моей работы, потому что, если раньше, вспомнишь, Крошкин принимал всех жителей у себя в кабинете, а у него такой большой красивый кабинет, кондиционеры, и это было как-то солидно. Они очень в Макдональдсе встречались. Нет, и очень вложительно к жителям. Несмотря на то, что он тоже мастер отписок, они еще посоревноваться могут. Вот. То Паршина принимала нас в закутке при входе в прокуратуру. Внутрь уже больше никого не пускают. А это тот самый закуток, где сидит, в общем-то, представитель полиции и проверяет просто паспорта у всех. Там какие-то разваленные тумбочки, в общем, пыльная комната, и вот в такой комнате она сейчас принимает жителей города. Да, привыкайте, привыкайте. Между прочим, в Долгопрудном, по-моему, тоже в такой комнате принимали. Несколько раз я завозил туда наше обращение, и вот либо Паршина, либо ее заместитель принимали нас в такой комнате. Вот. Так что, ребята, не расслабляйтесь. И, как говорится, конечно, от хорошего к плохому переходить сложнее, но, тем не менее... Ну, хорошего не было у нас. От плохого к наихудшему, мы скажем так. Ну, посмотрим. Посмотрим нас еще. Ну, Коля может что-то сказать, потому что мы знаем, что, по его информации, Ольга Паршина, которая пришла из Долгопрудного к нам в прокуратуру, самый богатый прокурор Московской области. Вот тут можно, конечно, сказать, может быть, она уже не нуждается в дополнительных каких-то средствах. Николай, вы об этом с Паршиной пришли поговорить в закутке? О том, что он самый богатый прокурор Московской области? Это очень рискованно. Она уже пригрозила, когда я вошел в этот закуток, увидев мой паспорт, а там немножко надрыв на одной странице, она сказала, что это административка. После этого я уже забыл про этот вопрос с ней. Началась угроза. Да, специфичный человек у нас, Ольга Александровна. Надо отметить важный момент, что Константин Крошкин, ну, хотя бы формально, но он соблюдал законодательство, в том числе в Федеральной законопрокуратуре Российской области. То есть он беспристрастно старался подходить к делу. Да, он такой аморфный прокурор, это в городе все знают. То есть смысл в том, что если приходишь к нему, если надавишь на него, будешь контролировать и туда что-то, испихивать ему, тогда он что-то будет делать. А если не будет, то не будет. И мы еще это надо все пояснять, собственно, вот отдельно потом поговорим об этом. А вот Ольга Александровна, она на входе уже показала, что она не соблюдает никакой кодекс этики, ни прокурорского работника, ни госгражданской службы. То есть за это, кстати, по закону прокуратуры, вплоть до увольнения. Да что, что конкретно, что она уже смотрит, да, что конкретно сказал? А у нас... Пошли его, или что? Примерно. Ну можно это сделать заувалировано. Нет, ну мы слышали, мы слышали, прям я в закутке, это там закуток такой, что здесь слышно. Вот здесь сидят, вот здесь Ром сидит, на выходе я. Она одной из активисток, которая в Бурково сейчас борется за ДК, Дом культуры. Она прямо сказала, что я вам не курьерская служба. Идите туда вот в администрацию, пишите все, что угодно, а потом ко мне. Если вы сейчас не можете, я вам сейчас надиктую. Вот прям все, что угодно диктую, но чтобы не ко мне пишите. То есть это уже нарушение кодекса этики. Прокурор должен быть беспристрастным, однозначно, он должен все принимать. Взвешенные решения, они вот так вот публично высказываются. То есть уровень городских прокуроров и районных это решает по таким вопросам, в том числе жестко довольно по кодексу этики, генеральный прокурор Проснов. То есть там формально может быть выговор, строгий выговор, предупреждение, но вплоть до увольнения. Если она сейчас это продолжит в таком же темпе, то вплоть до увольнения. Но он скорее всего может перевернуть какой-то оператор. Ребят, сила, сейчас скажем, сил вам и терпения с паршиной. Что называется, принимайте, приглядывайтесь, присматривайтесь. Может быть, вот бывают неожиданные моменты, вдруг она как-то отреагирует на какие-то острые темы, которые вот вы продвигаете. Смотрите, что с комитетским лесом? Сейчас вернусь к комитетскому лесу, буквально про паршину еще. У нас скандальная ситуация в городе произошла на вот этих вот, на этом всенародном голосовании, да, по поправкам Конституции, да, и на участке 10.86 были отменены результаты предварительного голосования, потому что там 42 человека обнаружили, что за них уже проголосовали во время предварительного голосования. Это было вот в сам день голосования, да, там стояли подписи, но не их, в книге. Ну, просто это какая-то комиссия не, технологию не стала соблюдать, не вникла, и вместо, двойные книги были, вместо книги, которые они держали там под полой, да, положили ее на стол, и люди увидели, вот. Был большой скандал, и я пришел, я спросил паршину Ольгу, скажите, пожалуйста, вот нам нужно обязательно проконтролировать эту ситуацию, потому что мы хотим, чтобы люди, которые своей рукой вписывали за королевцев, чтобы они были уголовно наказаны. В одновременно с этим заявление принесли, я правильно понимаю? Паршину. Я пришел с ней, вот, в частности, да, он есть, но я пришел с ней поговорить, чтобы найти консенсус, чтобы понять, как там взаимодействовать с прокуратурой, потому что прокуратура тоже, конечно, заинтересована в том, чтобы подобные вот нарушения, а это уголовная ответственность за фальсификацию результатов, чтобы подобные деяния пресекались в городе, да, вот. Она мне сказала, что это не дело прокуратуры, идите в следственный комитет, и вообще, как бы, намекнула, что на самом деле это может быть какая-то провокация. Она спросила, а вы уверены, что эти люди не приходили на предварительном голосовании и специально все это не устроили? То есть они уже проголосовали там, когда-то на предварительном, а сейчас пришли специально скандалить? Вот. Ну, я, конечно, был, честно говоря, в шоке. В шоке от такого ее подхода. Подход... Подход понятен, и подход этот отрабатывался в Долгопрудном, когда депутат Евгений Смеян неоднократное обращение об очевидных нарушениях на выборах в Совет депутатов Долгопрудного очевидные нарушения показывал, и на предыдущих выборах тоже, и снимали, и камеры, как эти, значит, заведующие директора школ, заведующие детских садов, делали эти вбросы. Вот и ныне там, ребята, выборы, это такая тема, когда есть очевидное преступление, но она не будет наказана. К сожалению, пока никогда. Вот пока все это происходит. Хотел бы обратить внимание, что здесь она не просто как бы откинула от себя этот материал, ну, не то, что не откинула, она как бы сразу блок поставила на дальнейший разговор на эту тему, но она еще и фактически усомнилась в истинных фактах, усомнилась в том, что действительно люди оказались обманутыми, то есть она заподозрила жителей города, ну, уже в каких-то вот таких вот злонамеренных действиях, да, против, не знаю, там, избирательной комиссии или еще что-то. Ребят, там, ну, я думаю, что есть четкая установка, как действовать, и что вы хотите от прокурора, которая так вела себя на предыдущем месте работы, так она и ведет себя и здесь. Тут эту ситуацию с выборами можно мусолить очень долго, но она, мы ее не сдвинем здесь, вот. А мы все-таки стараемся, чтобы наши эфиры воздействовали тем или иным способом на решение каких-то конфликтных и острых ситуаций. Комитетские... который вошел в противоречие с действующим проектом благоустройства Акуловского водоканала, это такой проект, который через весь город идет благоустройство, огромные деньжища, там, под 300 миллионов вложено воробьевым туда. И туда, к сожалению, попал вот комитетский лес в это благоустройство. А это действительно лес, это городской лес, который жители очень любят, это лесная территория, и иметь вот такую вот природную ландшафт у себя под окном может себе позволить не каждый человек, ну, не каждый житель любого российского города, сами понимаете, да? И они сейчас превращают его в парк. Это напрямую... Вот что сейчас происходит. Это мы все... А сейчас работают, а все там? Мы все помним уже, и тебя закрывали в связи с этим комитетским лесом, там, на двое суток. И административку не удалось там пришить, и они жидко, я считаю, это мое личное мнение, жидко обкакались с этим вообще делом, да, с тем, что взяли журналиста при выполнении служебных обязанностей на месте, где он работает, взяли и увезли в черном воронке. Вот сейчас что происходит? Там идут работы, и остановить их, и привести в соответствие с хозяйственным регламентом, с хозяйственным регламентом, который создан для того, чтобы оберегать лес от таких работ, и сохранять его как природную территорию, привести это в соответствие, эти работы в соответствие регламенту невозможно. Работы продолжаются. Там вызывали полицию, полиция просто перестала уже приезжать и фиксировать нарушения. Но у нас была возможность вроде сотрудничать с предыдущим прокурором Константином Крошкиным, который пытался в этой проблеме разобраться. Ну или делал вид. Да, или делал вид, потому что он знал, что он уже уходит и приходит Паршина. Я думаю, что здесь больше Николай может рассказать, что он прям Крошкина долбил каждую неделю. Николай, да, скажи, пожалуйста, почему не двигается дело? Если коротко попытаюсь, там очень большой глубок нарушений на самом деле. После тех событий, которые произошли с Ромой, с его задержанием и продлением по двум статьям, в том числе до 15 суток, или крупный штраф хотели ему впаять. Поэтому вот после, параллельно с этой историей происходило вот что. Неоднократно жители делали заявки в МВД Королевское, Болшевский отдел МВД. Потом эти заявки начали игнорировать. То есть жители нам уже по большому секрету, по факту уже сейчас скажем, рассказали такую историю, что один из участковых пришел к ним после одной из очередных данных заявок. Начал на них наезжать в новой форме, на заявитель. Прямо домой приехал, открыли дверь, и он начал наезжать. Потом ему объяснили, он такой же житель, как и мы, ты здесь живешь. Он нашел на нет и сказал, ну понимаете, я вам по-человечески скажу такую ситуацию. Было дано указание нашему руководству МВД Королевское о том, чтобы все сообщения о преступлении, в том числе, что связано именно в первую очередь с комитетским лесом, вот прям по этой теме, принимать, но игнорировать. Не выезжать, либо формальные отписки готовить. Именно от домов Соколова, которые граничат именно с комитетским лесом. Вот эти жители, которые выходили вместе с Ромой, со мной, отстаивают этот комитетский лес. Параллельно выяснилось, что я несколько заявлений писал в надзорные органы, в том числе в Росприроднадзоры. Там ответ такой интересный. Они не стали выезжать в данный лес, потому что якобы этот лес, хотя в лесохозяйственном регламенте написано, что это городской лес, он отвечает за это муниципальная власть, городская администрация. По факту написано, что данные леса стоят на кадастровом учете с целевым назначением земли, земли населенных пунктов. А это по земельному кодексу земли, которые подназначены под застройку. Как следствие, это не наша компетенция, Росприроднадзор не выезжает. Вот такой ответ был. Я направил запрос в отношении должностных лесов с Росреестром, который, собственно, и отвечает за этот вопрос по кадастру, в прокуратуру Московской области, которые должны были, собственно, с управлением Росреестром по Московской области, это выяснить. Так как вопрос они скинули в нашу городскую прокуратуру, прокуратура из управления землепользования, администрация запросила документы. И тут конец. Отказ в предоставлении информации, да, администрация отказалась предоставить информацию. Просрочка большая, но, естественно, что осталось, мы с Ромом пришли, я написал заявление по статье 5.39, это отказ в предоставлении информации. Это административка, которая прокурорская. Николай, давай запишем, кто в данном случае совершил должностное преступление? Ну, в порядке предположений. Порядок предположений, в первую очередь, в порядке предположений, либо это руководящий состал Большинского отдела Айнулов Карасев, который известен уже Роме, либо это начальник... Так, это полиция, которая взяла вот этот вот негласный указ игнорировать эти заявления и нарушает закон о полиции. Нет, это первый вариант, это первый. Либо сразу шло от начальника МВД Королевской Лощука, но это должностное преступление, следственный комитет занимается, в смысле, отказ в принятии сообщения о преступлении. Это следственный комитет занимается официально, статья есть, поэтому, как предположение они. Может, дано указание из администрации, потому что здесь клубок, опять же, на кадастр. На кадастр поставили, опять же, у нас Юрий Анатольевич есть такой известный, да, он, который прямо указывал о том, что мы поставили этот комитетский езд в 2014 году, когда мы пришли. Но если они поставили, то есть, логически получается, вот с этими данными на кадастр предоставить такую информацию, которую сейчас нужно исправлять через прокурорскую проверку, в прямом смысле, и в которой ни один из компетентных органов, ни комитет лесного хозяйства, ни Роспроводнадзор не может выехать туда. А МВД игнорируется. То есть, остается что у нас? Прокуратура. Про компетенции, кстати, прокуратура, понятно, есть еще природоохранная прокуратура, она никак не реагирует. Тоже писали, тоже скидывает администрацию, все, тот же упор по кадастрам. Ну, а как по мне, так я думаю, что здесь нужно, здесь нужно просто резонанс, да. А резонанс дальше пошел. Остается у нас прокуратура, либо властная, либо королевская. Административку любую может возбудить по финансовой закон прокуратуры, только прокурор. Пошли к нему, последний шанс. К Паршиной теперь уже. Нет, это Крошкин еще к Паршиной, да. Это тот самый, который так вот сидит еще как-то. Вот, пришли туда, значит, изначально писали заявление на его имя. Пришла вот такая отписка. Вот, в том, что рассмотрели обращение законной вырубки. Везде отказ. Абсолютно, да. Что-то зачитывать, смысла нет, это полностью. Полностью, типа, все соглашения, все разрешения есть, и министр жильевича политики, и так далее, и порубочный билет вроде нормальный. И как следствие за подписью Марова. Мы пришли обжаловать это решение. Написали заявление, но я написал заявление на имя Крошкина о том, что он, что я не согласен с действием Марова на ваше имя по первой инстанции, что называется обжалование. Крошкина, как Рома все рассказывал, чтобы не повторяться, он начал очень вежливо с нами общаться, входит, что интервью нам даст по окончании данной проверки. Сейчас я вот зачитаю результат этой окончательной проверки из-за его подписи. Что все нормально, что что-то я потом пересмотрю по данной жалобе. Потом мы еще раз пришли в четверг в ее приемное время. В результате он удовлетворил только два основания, которые я зачитаю. Это именно просто в МЧС отправить, в комитет лесного хозяйства по зеленым осаждениям и по пожарным нормам нарушениям в МЧС. А все остальное, говорю, что сейчас много там нарушений, да, действительно надо пересматривать. Тянул-тянул время, в результате один раз на приеме его не было. Узбежал от нас на руку. Да, в московской области, а потом он просто не дотянул. Нам явился Ольга Александровна, неожиданно для всех. А с нами вообще здесь по полу комитетовского леса? А дело в том, что Крошкин уже подписал все. И там везде отказ. Причем, смотрите, самое интересное, что отказ такой. Вот два момента удовлетворил, то он скинул в эти вот компетентные органы, и то они должны дополнительно еще уведомить. То есть это такой подвешенный вопрос. Все остальное он просто скопировал. Текст из этого вот обращения полностью сюда. Вот этот ответ. И самое интересное, что он и по моей жалобе многие доводы просто пустил. То есть, опять же, это нарушение кодекса этики, в том числе для проверки внутренней. Областной попросов. Что дальше, ребята, вы будете делать с комитетовского леса? Вот. Единственное, что сейчас остается, первый вариант, это обжаловать действие, ну, периодически, если все по закону действовать. Первое, это следующий шаг, это обжалование у прокурора Московской области Забатурина, а дальше только генеральный прокурор Краснова по закону, и его решение последнее от Краснова. Как он решит, так и есть дальше в суд. Ну, или суд, чтобы жители выходили в суд. Это нет, обжаловать действие Краснова, либо параллельно в суд подавать с обеспечительными мерами. Обеспечительные меры – это приостановка работ по благоустройству на 90 суток, либо на тот период, пока суд идет. Ну, по опыту могу сказать, что если суд идет, в который замешана администрация города Королев, никаких обеспечительных мер судья не вынесет. Это отдельная история, потому что у нас есть довольно серьезное основание о том, что судейский корпус города Королева, он заодно действует с администрацией, потому что председатель суда Васильев, нынешнего городского суда, он работал все время с Ходоревым при Орктове. Так, следствие, такая ситуация. И стой команды тоже подтянули его, да? У нас весь город, как бы, подмяли они весь город. Понятно, ну да, ну, мы, естественно, здесь в эфире сейчас можно много предполагать, однако, да, однако… То есть, и на всех ключевых глазахнях в городе сидят люди из Рио Твори из большей команды. Это факт, да, а сговор мы можем только предполагать, Ром. Что еще интересно в острове, ребята, у вас произошло? Кстати, вы же хотели показать какое-то видео. Видео покажем сейчас. Вообще, у нас очень, у нас такое количество в городе острых проблем, что вот приходится прям реально выбирать вот о чем сказать. На мой взгляд, все-таки, наверное, 1-ая майская 12, как раз видео об этом. Жители прям вот уже сходят с ума в буквальном смысле их. Жизненные условия в минус давно ушли. Невозможно жить в таких условиях. В общем, сначала посмотрим или расскажете? Нет, сначала мы расскажем, потом немножечко посмотрим. Дальше мы так, потому что надо вводную какую-то дать. В ноябре месяце прошлого года произошел пожар в доме. Это дом постройки, ну, 30-х годов. Там первый этаж 2004 года постройки. Потом было надстроено еще два этажа в 30-х годах. Естественно, деревянные перекрытия, дом кирпичный, 6 подъездов. В ноябре месяце произошел пожар, потому что загорелись чердачные перекрытия. В результате три подъезда в этом доме, квартиры, пришли в полную негодность, потому что крыша выгорела, чердак выгорел, и пожарные пролили сверху донизу. Все этажи. Жить там невозможно. У нас есть жуткие кадры, что там внутри происходит. Там грибы, плесень. Вообще непонятно, что. Третий этаж там весь почти выгорел. Два подъезда оставили людей жить. И один подъезд частично. То есть там третий этаж сгорел, был пролит, а на втором и первом люди живут. Это, еще раз напоминаю, в ноябре месяце произошло. С ноября месяца у нас сколько прошло? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. 8 месяцев прошло. Люди живут в таком положении. Ничего не происходит. Есть у нас документ на руках, судя по которому, очень интересно и странно себя повел Александр Ходорев. Потому что на следующий день, после того, как произошел этот пожар, еще не было ни экспертной оценки. То есть понять масштабы там тоже было на тот момент сложно. Он сразу же запросил у Воробьева 100 миллионов на капитальный ремонт, не обосновывая никакими вообще документами. Получил он эти деньги, не получил. Как вообще он собирался приводить жилье людей в нормальное состояние или переселять их, непонятно. Но факт, что 8 месяцев люди живут в таком состоянии. Сейчас, наконец-то, вдруг начался капитальный ремонт. Вот в этом доме? Да. Капитальный ремонт начался с того, что сняли крышу. Сняли крышу, пошли дожди и те подъезды, которые еще были нормальные, пролило сверху донизу. Случилось это в пятницу первый раз. Люди звонили во все службы наши городские, но никто на помощь им не приходил. В итоге люди позвонили напрямую Ходореву на мобильный телефон. Это была пятница, он готовился к выходным. Он катается в выходные на вейкборде. Это новое у него увлечение. Он долго вникал, что же там происходит, где происходит. Переадресовал вопрос Кудряшову, а это Автобудор. Видимо, Автобудор занимается затоплениями на улицах, подтоплениями улиц, благоустройством. Он, видно, даже не понял, что пролило квартиру. Он, наверное, подумал, что у нас все время после каждого дождя заливают улицы. Там бывает по колено воды. Подумал, что опять залило какую-то улицу, видимо. Вообще он сказал, что не надо меня накручивать перед выходными. После чего жители, которые звонили, заблокировал. Хотя он всегда говорит, что вот мой телефон, пожалуйста, звоните в любое время суток. Я отвечу на любые вопросы, если действительно острая проблема. А это не острая ли проблема, когда вы 8 месяцев живете в сгоревшем доме, а потом вас просто заливает. И еще один такой же потоп произошел через буквально две недели. Опять никто не реагирует. Жители снова уже сами звонят Александру Николаевичу Ходорову, но он уже в отпуске. Сейчас в отпуске? Да, да, да. Он уже из рук не берет? Нет, он трубку взял, что-то там сказал и опять заблокировал следующий номер, с которым мы звонили. И тут, конечно, хочется сказать, что если человек наделен такими полномочиями, если он отвечает за то, что происходит в городе, такое поведение, оно просто недопустимо. Оно недопустимо по отношению к жителям, потому что они зависят от него, реально они зависят от него. И он не то, что ничего не делает, а он еще вот таким образом хамски к ним относится, просто блокируя номера и развлекаясь там на своем отдыхе или в выходные. Давайте посмотрим видео и вернемся, коротко его обсудим. 15 июля, в 29-й квартире обрушился потолок, стоят лужи, внизу живут люди. Что вообще делать? Объясните, пожалуйста, что делать? Ну что, ведра уже не помогают. Глава города Королев Александр Ходорев вместо того, чтобы помочь людям, стал блокировать их номера телефонов. Вот что пишет одна из жительниц. Сегодня позвонила господину Ходореву второй раз и, наверное, в последний. Первый раз звонила три недели назад во время первого залива. Он попросил его не накручивать перед выходными. Был вечер пятницы, сказал, что перезвонит, а сам просто заблокировал мой номер. Алло, Александр Николаевич, здравствуйте. Прошу, прошу, начинка мать. Какая у вас, вы жители первомайской 12, города Королева, нас сейчас затапливают. Никакие службы не реагируют. Мы уже устали. Первомайская 12, это сгоревший дом. У нас протекательство уже до первого залива. Над головой нету крыши. Мы везде звонили. И в подрядной организации. Ваш Сергей Иванов нам отписался в чате с администрацией. Выложил красивые фотки, что крыша у нас закрыта. Мы выложили ответное видео и фото, что творится. Ну, подождите. Вы хотите, чтобы я вас не накручивала? Представляете, мы живем в протекших квартирах. Сейчас течет. Да, сейчас течет. Хочу, чтобы вы нам помогли. У нас сейчас все течет, обваливаются потолки. Я вам объясняю ситуацию. Да, я вас поняла. Нет крыши. В понедельник у нас сняли крышу для ремонта. Подрядная организация. Плёв мы не привезли. Пошли дожди. С понедельника, как только дождь, нас затапливает. Квартиры, подъезды. Первомайская, дом 12. Да. Сейчас вот... Никто не реагирует. Пожалуйста, примите меру. Да, хорошо. Мы ждем от вас информацию тогда. Спасибо. Так, что с тобой, Александр Николаевич Кудривович? Он хочет позвонить сейчас какому-то Кудряшову, чтобы он срочно решил данный вопрос. У меня сложилось впечатление, что наш мэр вообще не в курсе нашего дома. Он несколько раз переспросил у меня дом номер в улице Первомайска, что у нас вообще произошло и что вообще с нашим домом. Я говорю, у меня сложилось впечатление, что Александр Николаевич вообще не в курсе нашей проблемы. Правда, пленку в ночь привезли после звонка ему. Она не помогла. Потом он про нас забыл. После сегодняшнего потопа позвонила с рабочего телефона. Он сказал, что он в отпуске и перезвонит. Бросил трубку и также заблокировал мой рабочий номер. Хотя бы ради приличия сказал, что передаст заместителям решить наш вопрос. Вот такой у нас мэр. Плевать ему на нас с высокой колокольни. Слушай, видео, конечно, удручающее. Да, там и там живут люди. Но это ты не все еще видел. У нас съемки есть такие, что вообще непонятно, как могут люди там существовать. Потому что плесень, грибы, которые на стенах, это же в принципе очень вредно для здоровья. Почему Ходорев так реагирует? Ну, он не только так реагирует, что он блокирует жителей. Я тебе могу сказать, что в его инстаграме, в его страницах на соцсетях те люди, которые начинают ему писать постоянно методично о проблемах, острых. Все эти затираются сообщения, а люди блокируются. Но он к людям теперь обращается в одностороннем порядке. Он не контактирует с жителями вообще. То есть он с ними не встречается в принципе. Почему вывод? Какой вывод? Я сейчас объясню. В принципе. А он избрал такую манеру одностороннего общения. Существует у нас такая практика в городе. Это открытые оперативные совещания. Они проходят примерно раз в месяц. Где по идее на оперативных совещаниях нужно обсуждать конкретные проблемы, которые в городе накопились. И каким образом будут решаться, излушать доклады. Но он использует в качестве вот такой своей пропагандистской площадки. В качестве возможности обратиться к жителям. И эти обращения, конечно, во многой степени у него происходят в вызывающей форме. Некорректные. Ну, он говорит, что недовольных жителей там меньше одного процента. Называет тех, кто там недовольны разными нехорошими словами. Говорит о тех, кто вот как мы с Николаем занимаемся какой-то гражданской активностью в городе. Что это все проплачено. А на жителей он просто в камеру кричит. Он говорит, вы что тупые, вы что не понимаете, что я делаю. Там вот так вот, да. А реально люди не знают, что происходит. С Комитетским лесом никто не видел ни проекта, ничего не говорил. Я вот в одной из публикаций твоих видел, как люди стоят на дороге с плакатами. Это что было такое? А это уже вот до того довели людей в микроне юбилейный, что те люди, которые хотят сохранить лес, видят, что Ходорев превращает его в парк. А он все время говорит, парковая зона, парк. Я хотел заходить туда, как в парк. Но я оставлю лес, если вы хотите. Но его словам никто давно уже не верит. Это вот действительно, это вот бесконечная говорильня в камеру. И люди уже просто вышли на шоссе. Для Королева это невероятная ситуация. У нас вот такой протестной уличной активности в городе не бывает. Либо она очень редкая, связана там с выбовьем, еще с чем-то. Здесь, чтобы простые люди, жители вышли, встали в течение, я не знаю, на расстоянии примерно 600-700 метров вдоль шоссе. И стояли вот с такими плакатами. Это говорит о том, что полностью потеряна связь между руководством города и его жителями. Она отсутствует. Более того, Ходорев, как я уже сказал, очень нервно, нервно реагирует, когда жители недовольны. Он буквально огрызается на них. Он, например, говорит, что если вы там рассказываете о том, что плохо, где-то люди недовольны, этого бога гневите вообще. До того дошло уже. А почему? Вот ты спросил, с чем это связано, я могу тебе объяснить. Но это моя версия, хотя многие ее придерживаются. Дело в том, что Александр Ходорев, его чиновничья карьера подходит к концу. Он всю свою жизнь просидел руководителем муниципалитетов. И, естественно, хочется ее завершить каким-то громким аккордом. Потому что всю жизнь управлять городами, это как бы... Ну, потом, что ты будешь рассказывать своим детям, внукам и своим сослуживцам. Естественно, он хочет перейти на какой-то другой уровень, на новую орбиту, если так по-космически говорить. И, уходя из Реутова, где за ним был огромный негативный шлейф, он хотел использовать, видимо, Королев в согласовании с Воробьевым, как некий такой вот трамплин, где он бы еще очистился, где показал бы какие-то невероятные достижения за счет областных денег, превратил бы Королев в некую такую воробьевскую витрину, и как такой отличник муниципальной службы, самый лучший руководитель, получил бы такую, значит, наградную грамоту, и с ней бы ушел куда-то, не знаю, в Государственную Думу, еще куда-то, ну не знаю, на что его там поднакопилось деньжат, чтобы получить такую хорошую должность. Вот. Однако, произошла большая неприятность. В городе случилось ЧП, и человек, который, судя по всему, должен был потом занять Королевский трон после ухода Ходорева куда-то наверх. Да. Ну, влип не очень красивую историю. И он из города исчез. А это, между прочим, взять Ходорева Олег Даниленко. И тут я хочу заметить, что до того уже, конечно, вот эта вот команда чиновников обнаглела, что даже нарушает закон о муниципальной службе, потому что, ну, родственники не могут быть в подчинении. Вот Николай Старостин может об этом сказать что-то. Да, есть так там. Финальный закон о муниципальной службе дали стык. Был нарушен, да, что зять его работал вместе с ним, да. Вот. Ну, там получилось так, что уже стали трясти просто торговцев на рынке. Денег, видимо, не хватает в администрации. Вот. И Быдаев, там, один из сотрудников администрации, был пойман на взятки, потому что там просто уже коммерсанты, которых вот так достали, уже просто написали заявление в Следственный комитет. Ну, в общем-то, пошло землетрясение в администрации. Там какой-то дальше странная история, что двух следователей Следственного комитета у нас тоже поймали на взятки тут же в Королеве. А в этот же момент Олег Даниленко из администрации исчезает. Все. Из города он исчезает. И уже в ближайшее время выборы, соответственно, ну, грубо говоря, скажем так, как у Путина преемника, преемника, уже нет. И Ходореву пришлось, грубо говоря, оставаться вот сейчас на этот второй срок. И он уже... Ты забыла, что выборы с сентября 19-го года были связаны со скандалом. Чет фальсификатор. Ну, это всегда. Ходорев и выборы, это скандал всегда. С одной стороны, человек уже устал на эту должность, а с другой стороны, некем заменить. Он-то планировал посидеть один срок, получить почетную грамоту от Воробьева за невероятные достижения и отправиться в стратосферу. А теперь он вынужден оставаться в та еще один срок, опять же, главой этого муниципалитета города Королев, где масса проблем, и он уже тяготится этим. Он уже не хочет слышать ни жителей, его это раздражает. Он уже все время говорит, он называл жителей уже и мухами, ну, это назвали его и мухи. Они жужжат в телефоне, они где-то ходят там, ну, слава богу, он их там лично-то не видит. Это очень большая редкость. Ну, вот, таким образом, через телефон, ну, как, там жужжат, давайте блокировать тогда, вот. Это ненормальная ситуация, человек устал, он уже... Ситуация это ненормальная, да. Чем быстрее он, чем быстрее из города он уйдет, тем обстановка в городе будет лучше, сразу, она сразу оздоровится. Игорь подключил, кстати, Андрей Караулов в своей пиар-компании. Ну, об этом мы поговорим в одном из наших следующих эфиров, о том, как Андрей Караулов, ну, как мне кажется... И я был в полете, я бы сказал. Да, на посадке. Вот. Ребята, желаю вам терпения, сил, здоровья для того, чтобы освещать такие вот острые моменты. Всегда желанные гости в этой студии, приходите к нам еще. Все. Продолжение следует...